Девушки отдыхают Дори позвонила, ребенок решил родиться раньше срока. Воды отошли, она рожает. Мне назначено Кесарева, а у меня начались естественные роды. Это плохо. Я впала в панику. У тебя родилась сестренка! Джексон должен привыкать. Мы будем уделять время и его сестре. Джексон, поцелуешь малышку? Нет. Ты выйдешь за меня. О, боже. Да, конечно. Я обручена. Что? Самый настоящий шок. Это забор? Это стена. Я больше не чувствую себя причастной. Я хочу быть подальше от всего этого. Ты будешь подальше от меня, а я от тебя. Мне пора уехать с фермы. Больше всего мне нравится, что это отдельный дом. Я впервые в жизни покупаю свой дом. Не знаю, что будет с фермой. Поживем, увидим. Жить непросто людям маленького роста. Дом Зака и Тори. Можешь помочь мне с Лайлой? Да, надо укутать ее потеплее. Мы привезли Лайлу домой две недели назад и уже входим в ритм. Да, просыпаемся утром, заходит Джексон. Пора готовить завтрак. Да. Мама, папа, готовим завтрак. Он даже не говорит доброе утро, а сразу завтрак. Все хорошо. Она не замерзнет. Лайла капризнее Джексона. Она очень требовательная. Мы уже не раздумали. Боже, у нас нет сил. Хлопот с ней хватает. Скоро ты вырастешь и будешь играть с братом. Через годик. Я счастлива. В этот раз я лучше восстанавливаюсь после Кесарева. И я рада, что больше не беременна. Я встаю в пять утра, кормлю ее, потом она снова засыпает, и я тоже сплю. После половины шестого в дело вступаю я. Я беру Лайлу и Джексона вниз, мы тусим на кухне, пока мама не проснется. Ты даже не можешь сама поковыряться в носу. Боже, у нее столько козявок. Целая горсть. Джексону нравится быть старшим братом. Пинай мячик, пасуй папе. Давай, пинай. Ух ты! Круто! Молодец! Моя крошка Лайла Рэй. Она твоя сестренка? Моя сестренка. Ты молодец, Джей. Как ты помогаешь Лайле Рэй? Что ты для нее делаешь? Что ты приносишь Лайле? Игрушки. Да, еще. Чернику. Чернику. Ты принес сегодня чернику? Да, милая. Я все понимаю. Самая главная сложность в уходе за малышкой и Джексоном – разные скорости. Джексон хочет что-то делать. Как только он встает, сразу начинается беготня и активность. А Лайла спит целыми днями. С ней мы замедляемся. Он выбрал самую раздражающую игрушку. По-моему, он нас испытывает. Дергает за веревочки. Дергает за твои веревочки. И за твои тоже. Подходит к тебе и говорит «давай-ка вот так». Да, потому что ты его научил. Не учил я. Учил-учил. Я знаю. Джексон, Лайла – твоя сестренка? Ты любишь свою сестренку? Ты о ней заботишься? Лайла постоянно рядом. Л-О-Л-П-Ч-О Конек Тори – дисциплина. А мой конек – слушать плач Лайлы и не терять терпение. Я спокоен, стойко все переношу. А Тори быстро взрывается, вскипает за доли секунды. И сколько же раз я взрывалась? Ну, когда взрываешься, это очень страшно. Всего-то пару раз сорвалась. Забавно, но на этот раз я охотнее готова родить третьего. Ну, не то чтобы прямо сейчас, но можно подумать. В следующие выходные. Может, через год хватит дурачиться. Посмотри на эту прелесть. Лайла, ты чего хмуришься? Замерзла, наверное. Идем в дом. Искупаем тебя. Пойдем домой. Он пукнул. В прошлом году на ферме много всего произошло. Эмми решила продать южную сторону. Я купил этот участок и безумно рад. У меня один за другим рождаются внуки. Я строю им развлечения на своей стороне фермы. Эмми живет на северном участке в большом доме, которым мы владеем вместе. Она купила собственный дом и скоро съедет. Нам надо придумать, что делать с этим участком и с домом. У меня, конечно же, имеется план. У меня есть план, как быть с землей. Я хочу выкупить у Эмми и северную сторону тоже. Мне тут нравится. Давай оценим вид. На этой стороне стоят строения, требующие ухода. Пиратский корабль, ковбойский городок, замок, бизнес с тыквами также сосредоточен на севере фермы. Так что я хочу купить и этот участок. Вот это да. Согласен. Покупка этого участка поставит точку в нашем разводе с Эмми. Давно я тут не был. Вроде все в порядке. Думаю, Эмми согласится. О чем ты хотел со мной поговорить? Я подумал тут. У Эмми есть свой дом. Она успокоилась, и я решил купить эту сторону. Что скажешь? Ну, не знаю, тут столько работы. Весь этот ремонт, это... Огромная ответственность. Я бы хорошенько подумала, прежде чем на такое решиться. После нашего развода, пять лет назад, мы с Эмми много раз обсуждали, что будет, когда она уедет с фермы. В глубине души я думаю, что она ждет от меня предложения о покупке, чтобы, наконец, разделаться с этим. Фермой буду заниматься я, а она будет жить своей жизнью. Вот что я хочу сделать. Если ты согласна, я подготовлю предложение. Если она его примет, хорошо. Если нет, тогда мы попробуем как-нибудь прийти к общему знаменателю. Думаешь, все будет так просто? Если я предоставлю Эмми конкретные параметры, цифры и сроки, думаю, мы сможем с ней договориться. Вряд ли она хочет все усложнять. Но мы же ее знаем, она очень долго тянет с решением. Я не хочу снова жить в ожидании ее выбора. Они снова могут поссориться. Мне не нравится, когда Мэтт нервничает. Но я ничего не могу поделать. Могу только напомнить ему о характере Эмми, потому что она неисправима, и она никогда не примет решение быстро. Думаю, ты уже все обдумал, и я тебе доверяю. Но если это снова выльется в войну, нам нужно будет пересмотреть планы. Дом Эмми У меня сегодня встреча с Мэттом. Я не знаю, что именно мы будем обсуждать. Думаю, речь пойдет о большом доме, о ферме. Я всегда нервничаю перед встречей с ним. Никогда не знаешь, о чем он будет говорить. Так что лучше быть готовой ко всему. Я готова, наверное. Привет. Привет. Как новый дом? Не очень. Я думала, что ремонты в фермерском доме меня чему-то научили. В общем, все затягивается. Сейчас столько всего происходит. Я собираю вещи в старом доме, пытаюсь понять, что оставить, а что выбросить. И мы с Крисом занимаемся моим новым домом. Я хотел спросить. Я хочу купить участок, где стоит дом. Я удивилась, что Мэтт хочет купить участок, где стоит фермерский дом. Мы думали его продать. Его мог купить Джереми. Вариантов много. А Джереми знает? Да. И Зак. Раньше Джереми проявлял интерес к ферме. Но пока он не уверен, что готов тут жить. Я хочу все решить до конца года. Я хочу закрыть сделку до нового года, так лучше в плане налогов. К тому же у меня есть одно предложение об инвестиции, и я должен дать ответ до конца года. Скоро ведь праздники. Да. Остался всего месяц. В данном случае у Эми пять недель на принятие решения, плюс неделя на оформление сделки. Твое предложение относится только к покупке дома? Нет. Нельзя продавать бизнес и землю отдельно. Тыквенный бизнес невозможен без земли, и земля без тыквенного бизнеса тоже ничто. Покупка бизнеса. Что это означает? На что мне нужно обратить внимание? Мэтт чего-то не знает или не хочет мне говорить. Я не совсем понимаю, что происходит. И опять же, праздники, не время для решений. Только не этот. Почему? Если тебе мешают праздники, и ты готова просто выкинуть два месяца из своей жизни, если мы сможем быстро прийти к согласию, хорошо. Если нет, то будем думать дальше. Мне нужно двигаться вперед. Мне нужно твое решение. Сегодня 14 ноября, и слова «я не могу принять решение раньше февраля» полная чушь. Да, придется поднапрячься. Но все возможно. Принимай решение, и мы начнем Новый год с чистого листа. Я знаю, что это важное решение для Эми, но после стольких лет пора перевернуть страницу. Нам нужно поставить точку. Спасибо, что пришла. Надумаю, сообщил. Да-да, позвоним. Спасибо, буду признателен. Мы развелись в 2014-м. На носу уже 2020-й. У Эми было столько лет, чтобы решить, какого будущего она для себя хочет. Я не знаю, почему она все время ни в чем не уверена, но я постоянно напоминаю себе, что не все такие, как я. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok